привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами мы продолжаем наши уроки по java script и в данном ролике хотелось поговорить об условных конструкциях и так условные конструкции позволяют выполнить те или иные действия в зависимости от определенных условиях первым о чем хотелось бы поговорить это выражение if конструкция if проверяет некоторые условия и если это условие верно то выполняет некоторые действия общая форма конструкции это if далее идет в круглых скобках условия и дать так war чек равняется true ну и грубо говоря если чек то мы выводим допустим консола лог hello world то есть что это означает если данное условие истина то есть если она выполняется то выполняется данное действие давайте проверим ну собственно чек у нас равняется true это условие истина и мы вводим hello world вот точно так же можно допустим сравнивать значение с true то есть то же самое да то есть эти два варианта не в принципе эквивалент друг другу вот если необходимо допустим выполнить по условию набор инструкции там несколько да допустим выполнить какое-то преобразование там чего-то там и сделать какие-то действия то данный блок кода необходимо заключить в фигурные скобки ну допустим нам нужно определить какую-то переменную там какой-нибудь майвар равняется ну управляется нашему значению hello world hello world да и далее мы теперь выведем то значение прощение вот и собственно все работает ну скажем так условия наши могут быть также сложными там допустим если там у нас чек равняется труда и вара чек 2 равняется фолс пускай так для разнообразности то есть что это означает если чек равняется истине и чек 2 будет равняется фолс то есть не истина не человек 2 то есть чтобы вам было более понятно то есть вот это вот давайте да сейчас проверим вы его все нормально можно написать сравнивая допустим таким сравнением либо строгим фолс и здесь друг то есть вот в таком виде то есть если отрабатывает и это условие и это то мы выводим то есть обрабатываем данный блок кода точно так же можно допустим сделать это если выполняется и это и это то есть оба условия обязательны также можно допустим через другой оперант через две такие линии это означает то что будет выполняется либо первое либо второе условие то есть для выполнения этого блока кода необходимо чтобы было справедливо хотя бы одно условие либо первое либо второе ну и давайте сейчас наш первый чек будет равняться false и все равно у нас выведет hello world давайте проверим до вывела а если здесь мы поставим два амперсанта то есть нужно выполняться первое второе то мы ничего не выйдет вот не отработала и так что еще в конструкции if мы также можем использовать блок эос данный блок означает следующий давайте выпишем else и также можем но фигурными либо без фигурных давайте с фигурными вот я вас используется для того что если наши условия не выполняется то то есть на грубо говоря if то есть если выполняется это выполняем это если их не выполняется значит отрабатывает else иначе отрабатывает этот блок кода давайте выведем что-нибудь hello просто hello и и здесь у нас выйдется просто hello у нас отработает блок если мы здесь поставим допустим breakpoint сможем не сможем не сможем не сможем я сейчас для джесса плачка здесь нет в общем ладно то есть отрабатывает этот блок также вместе вернее вместе с и фами л за можно также использовать else if то есть если вам необходимо дополнительно какой-то свой добавить то есть если основное не выполняется но есть какое-то условие то есть else отрабатывает всегда когда не отрабатывает их а допустим нам нужно добавить какое-то условие которое будет отрабатывать если их не сработал но это вот какое-то определенное условие нам не нужно чтобы это всегда отрабатывал else тогда мы опишем else if вот таким образом то есть давайте напишем следующее то есть если первый чеки второй чек равняются false то мы выведем наш то есть отработает else if они просто else и выведем следующую строку вот собственно так у нас работает конструкция if вместе с else if и else это очень удобно когда нам нужно выполнить какую-то валидацию проверку вот давайте поговорим теперь немного о true или false java script любая переменная может скажем так применяться в условных выражениях но не любая переменная представляет тип булия и в этой связи возникает вопрос что возвратит та или иная переменная true или false много зависит от типа данных который представляется наша перемена давайте почистим наш код и определим какую-нибудь переменную вар ну какой-нибудь там тест пускай она будет пока такой так вот он дефи нет всегда возвращает false вот у нас есть переменная нет никакого значения значит она андефи нет и давайте выведем консоли логу давайте сделаем следующее напишем конструкцию if if тест то есть если тест true отработает это этот блок иначе выведем отработает блока и ос вот итак давайте проверим вот выводится фолз и давайте еще для наглядности будем еще выводить значение нашей переменны что она из себя представляет вот андефи не окей еще кстати по поводу андефи нет вот андефи нет тоже часто применяется в сравнениях если вам нужно сравнить имеет ли ваше переменное значение или на какой-то тип то используется в условных операциях type of вот конструкция мы также можем type of тест и что же выведет андефи ну как бы выведет тип и давайте использовать скажем так данную конструкцию чтобы в консоль выводить теперь если мы то есть присвоим здесь какое-то значение то будет выводиться это значение логично давайте теперь присвоим значение ну то есть значение есть но на пустой вот ну должен вернуть false такая его особенность вот это уже теперь object это не какая-то неопределенная переменная и возвращает false буллин если переменная равна false то возвращается false соответственно если переменная равна труда возвращается true ну буллин это у нас допустим если true но это логично да то это будет истинно буллин и true если false ну и здесь как бы буллин и фокс замечательно number number возвращает false если число равно 0 или нам то есть над и number то есть точно так как и type of есть конструкция нан и если применить ее то можно проверить число является number или нет ну вернее наша переменная является number или нет то есть есть она числом или нет и так number возвращает false если число равно 0 или нам но ты нам бир а в остальных случаях возвращается true и так вар тест равно нам и давайте проверим что же вы number и number и false вот если 0 number и false number и false если допустим двойка true замечательно string возвращает false если переменная равна пустой строке то есть ее длина равно 0 в остальных случаях возвращается true если мы определим пустую строку это у нас будет string и false потому что длина 0 если даже мы поставим здесь пробел то уже true как бы у нас длина строки один символ ну и соответственно true object object всегда возвращает true если у нас допустим какой-нибудь пустой пустой object что же выведет наш вывод true даже если он пустой то все равно возвращается true ну и давайте напоследок рассмотрим еще следующий случай если сравнивается допустим undefinite и null вот еще такая штука undefinite сравнивается с нулом и данная операция вернет нам true а здесь мы получим значение true потому что операция сравнения предполагает приведение оперантов к типу boolean и undefinite и null возвращает false и сравнение идет да false и false равняется когда false сравняется с false то вернет true то есть эти два значения равны вот изменим давайте наше сравнение следующим образом то есть это не строгое сравнение три знака равно это строгое сравнение то есть здесь при сравнении учитывается тип а типы у нас здесь сейчас не равны то есть undefinite это не определенное значение ну это уже хоть какое-то значение хоть пустое но это значение false и равняется true то есть ну здесь ага стоп давайте закомментируем этот блок чтобы он нас не путал то есть возвращается false потому что undefinite по типу отличается от нула давайте теперь поговорим с вами о конструкции switch case конструкция switch case является альтернативой ну альтернативной конструкция использованию конструкции if if else и if else и также позволяет обработать сразу несколько условий вот допустим как она описывается то есть у нас идет ключевое слово switch в круглых скобках переменные которое мы будем проверять допустим тест а далее открываются фигурные скобки это границы данного данной конструкции итак конструкция switch case мы должны после ключевого слова switch описать кейс то есть те значения которые может принимать переменная тест эти значения могут быть либо намбером либо стрингом итак давайте посмотрим по моему еще буллин точно не помню справедливо или нет по моему только стринги и номера поправьте меня в комментариях если ошибаюсь допустим если тест равняется единица то мы идем в этом блок break окончание этого блока если кейс то есть 2 значит выполняется этот кейс очень похоже на if else и если скажем так не выполняется ни одной из этих условий то есть кейс 1 2 не выполняется то мы можем задать область то есть дефаут значение по умолчанию вот давайте определим какое-то значение ну тест пускай у нас равняется единица давайте напишем какой-нибудь вывод консоль и проставим его везде и напишем да здесь строку то есть чтобы мы понимали какой кейс отрабатывать ну здесь просто дефолт и так тест равняется единице он собственно отработал данный блок если будет равняться двойки то соответственно отработает данный блок если же мы допустим напишем пускай 12 не знаю тот работает наш дефолт вот собственно здесь нету ничего сложного очень удобно когда нужно описать какое-то энное количество условий и не писать кучу if элзов вот можно конечно через и флз ну как бы можно и так более элегантно точно так же если здесь у нас будет строка точно так же это все будет работать то есть если у нас есть допустим будет двойка то есть только набер двойка двойка в строке точно так же отработает наш кейс вот давайте теперь уже расскажу о последнем расскажу о тернарной операции тернарная операция состоит из трех операндов и имеет следующее определение первый оперант условия потом далее второй оперант и третий оперант в зависимости от условия тернарная операция возвращает второй или третий оперант если условие равно true то возвращается второй оперант если условие равняется false то третий оперант ну и давайте с вами опишем какую-нибудь простенькую тернарную операцию итак давайте сделаем следующее мы уже с вами разбирали конструкцию if и возьмем фигурные скобки здесь мы напишем какую-то операцию ну точно такое же условие которое вы могли бы написать фигурных скобках вашего и фа давайте еще напишем какую-нибудь переменную а равняется 1 пускай так и переменную b которая равняется 3 вот как то так и давайте если b больше а вот наши условия и так далее знаком вопроса мы отделяем и после знака вопроса у нас будет описан наш второй оперант который будет возвращаться если это условие истина то есть давайте так если b больше то давайте вернем b по двоеточью возвращается 3 оперант то есть иначе это как бы наш блок элс если это условие не выполняется то мы возвращаем 3 оперант который после двоеточие то мы вернем а и выведем это все дело в консоль давайте проверим и так выявилось 3 потому что b больше а давайте а напишем 74 пускай будет тогда вот классно так и по клавишам пускай будет нормально выведет 74 то есть выведет а потому что b меньше то есть это условие не выполняется выводится 3 пера это очень удобно когда нам нужно присвоить значение переменной в зависимости от какого-то базового до условия чтобы не песни описывать конструкцию там и в элс то есть кучу лишних фраз в коде то вот так вот можно компактненько все описать то есть переменная будет равняться условия знак вопроса если труд то вернет это двоеточие то если л 100 вернет то есть этим постоянно пользуюсь и вам рекомендую дальше джаваскрипт это очень хорошо выручает и оптимизирует код делает более компактным и более красивым и так друзья до затянула с этим конечно уроком ну захотелось как бы вам по максимуму раз к рассказать об условных конструкциях в следующем ролике в следующем уроке мы поговорим с вами о циклах надеюсь вам было интересно напишите ваши отзывы в комментариях подписывайтесь кто еще не подписан лайкайте и повторюсь наши основные социальные сети это twitter и telegram ссылочки в описании надеюсь надеюсь было полезно ну что ж друзья до встречи в новых роликах пока пока